всех приветствую на комплексном анализе рынков с виталием шевченко поехали как всегда начинаем со статистики здесь хотелось бы отметить данные которые выходили по германии все вышло в красном объем розничных продаж германии изменение количество безработных в германии а впереди нас ждут данные со стороны еврозоны 13.00 по московскому времени индекс потребительских цен пока здесь все достаточно ровно 16.30 по москве ввп канады здесь пока ожидается ухудшение показателя ну и закрывает сегодняшние торговые сутки два выступления со стороны ецб 16.40 и 17.00 по москве и два выступления со стороны фрс это 21.00 по москве и 22.00 по москве ну а если брать более глобально то сегодня на первое место вышел китая непосредственно один из высокопоставленных китайских чиновников который выразил обеспокоенность по поводу риска формирования пузырей цен на различные активы на зарубежных рынках это добавило негатива убрала полностью практически риск аппетит но и на фоне полного укрепления американского доллара статистики мы видим полное укрепление американца по всему спектру непосредственно рынков так переходим к техники начинаем с индекса доллара здесь все идет в рамках той торговой идеи которую я закладывал еще из похода индекса в район 89 70 75 разворотом и последующим движением вверх впереди нас ожидает первая цель 91 45 и взятие максимум район 91 60 я думаю что мы туда подойдем но дойдем через небольшую коррекцию начинаем с валютки первая тройка евро фунт японская иена заходим как всегда стороны маржинальных зон обеспечения опционов и объемов стороны маржиналки у нас непосредственно изменился приоритет движения на нисходящий пара не дает сильных коррекционных движений поэтому на сегодня если мы получим все-таки небольшое коррекционное движение в район 120 30 120 40 отсюда продажа стейком в район 1 19 55 и достижение нисходящей целевой зоны это район 1 19 0 5 1 19 20 со стороны опционов хотелось бы отметить следующее что у нас сместилась нижняя граница в район 1 19 47 плюс хотелось бы отметить следующий момент что кабинетные премии пошли ступеньками вниз а это только подтверждает непосредственно настроение участников рынка продавать данный валютный инструмент со стороны объемов картина у нас выглядит по следующему крупные объемы на продажу находятся в районе 120 80 на покупку 1 в районе 1 19 70 дальше 1 19 20 11 19 35 ну и самый низкий это в районе 1 18 75 пара фунт доллар здесь непосредственно я реализую классику классику технического анализа это флаг вчера с коллегой по трейдерскому цеху мы спорили флаг это или вымпел пока все-таки это больше идет за то что это непосредственно флаг есть древко полотнище было четко отрисовано опять же по классике вышли закрепились вернулись оттолкнулись и пошли вниз соответственно сейчас будем отрабатывать величину древко а это у нас три фигуры три фигуры поэтому если брать полную отработку откуда мы вышли но если три с половиной фигуры брать это с учетом фундаментального фона 136 40 136 50 это достижение нисходящей золотой зоны плюс здесь у нас стороны классики находится линия поддержки поэтому пока мы далеко не ушли это продажа со стоп лоссом соответственно ну как минимум за сегодняшний максимум 139 35 первый тейк это остановка в районе 138 15 дальше мы спускаемся в район 137 45 ну и как я сказал это полная среднесрочная отработка район 136 40 136 60 со стороны опционов картина по паре фунт доллар выглядит по следующему так недельный мы находимся ниже баланса это прямой сигнал соответственно на продажу оптимальная точка между покупателями и продавцами находится в районе 137 ровно стороны месяца давайте посмотрим что у нас есть ну в принципе то же самое то же самое под балансом только здесь непосредственно оптимальная точка находится в районе 137 48 нижняя граница проходит в районе 135 135 так со стороны непосредственно объемов по паре фунт доллар картина у нас следующее много желающих и по и покупать и продавать поэтому будет достаточно интересно мы видим как раз что непосредственно вот это скопление объемов не позволяет паре фунт доллар так прямолинейно снижаться как паре евро доллар но я думаю что она все-таки разогреется и пойдет вместе со всеми пара доллар сша японская иена первый момент напоминаю что месяц март у нас является окончанием финансового года это репатриация возврат средств на родину иностранную валюту переводят в японские иены поэтому не за горами и и укрепление мы видим что как раз с пара доллар сша японская иена она приостанавливается лично я здесь вижу заход в район 107 20 здесь как раз можно разворачиваться на продажу по целям пока пока по целям ближайшая это район непосредственно 106 60 более низкая 106 30 ну и 106 ровно выглядит вообще великолепно для того чтобы поднимать данный валютный инструмент на покупку стороны опционов картина выглядит у нас по следующему недельные непосредственно выше баланса соответственно есть все предпосылки что мы пойдем дальше вверх но большое смещение верхней границы на уровень 108 10 это опять же я бы рассматривал именно со стороны среднесрока так со стороны месяца хотелось бы как раз отметить самую верхнюю границу это 107 20 это как раз и говорит о том что идеальная практически . стороны маржинальных зон обеспечения и опционов чтобы здесь вставать агрессивно на продажу считаю что во время репатриационных потоков по паре доллар иена можно торговать в обе стороны и на покупку и на продажу со стороны объемов у нас картина выглядит по следующему так большие объемы на покупку в районе как раз 106 поэтому как только суда будем подходить пожалуйста как говорится на всю котлету поднимаем данный валютный инструмент но так объемы достаточно ровные внутри дня у нас есть привлечение на 3000 поэтому есть большая вероятность что мы сходим до обозначенного мной уровня товар на сырьевая группа канадский и австралийский доллар здесь вчера все достаточно пошло по торговой идее но есть вероятность укрепления канадского доллара до выхода статистики напоминаю 16 30 выходит статистика и она будет не такая явная в принципе если посмотреть более пристально то у нас уже отрисовывается хороший паттерн на дальнейшее восходящее движение у нас был минимум потом мы переписали минимум переписываем вот этот максимум и делаем 50 процентов коррекции к последнему движению это как раз хорошая точка для того чтобы вставать на покупку на покупку по целям здесь непосредственно классика и маржинальные зоны обеспечения это 128 21 28 40 так со стороны опционов у нас картина следующая так понеделье мы как раз идем к оптимальной точке между покупателями продавцами к балансу это будет нас задерживать и разворачивать вверх верхняя граница очень высоко находится за один день мы однозначно туда не дойдем так по месяцу картина выглядит последующему мы находимся внизу опционного канала опять же это граница поэтому в принципе как раз 50 процентов к последнему восходящему движению входим и соответственно ждем статистику для того чтобы пойти вверх ну как минимум к оптимальной точке между покупателями и продавцами это 128 20 идет сочетание с маржинальными зонами обеспечения и со стороны объемов у нас картина по паре доллар канадский доллар выглядит последующему крупные объемы не дадут пройти непосредственно так легко наверх нужен фундаментальный толчок особенно если мы будем переходить максимум ну и смотрите достаточно крупное скопление опять же в районе 128 30 вот здесь можно будет еще сразу переворачиваться на коррекционное движение и по плотности если посмотреть то объемы на покупку они намного плотнее выглядят чем объемы на продажу пара австралийский доллар к американцу здесь в принципе тоже все идет по торговой идее которая вчера обозначал объяснял мы дошли до первой хорошей коррекции это восходящая промежуточная зона но такого разворотного паттерна нету то есть у нас максимум есть минимум есть мы переписали максимум но минимум на текущий момент не переписали вот если бы мы его переписали хотя бы в район 7705 сходили от корректировались на 50 процентов тогда можно спокойно вставать на дальнейшее нисходящее движение здесь по целям первая 76 45 более низкая это район 0.76 со стороны опционов картина по паре австралийский доллара выглядит по следующему по неделе здесь можно только отметить что мы ниже баланса находимся но достаточно близко оптимальная точка между покупателями продавцами нижняя граница в районе 70 так 74 с половиной по месяцу здесь у нас картина следующая так верхней верхняя граница диапазона будет сдерживать то есть небольшой максимум мы можем переписать в принципе есть такой паттерн гор горка называется после которого можно оптимально вставать на продажу это как раз 78 10 до 78 10 со стороны объемов пара австралиец к доллару выглядит следующее желающих купить достаточно много но это как раз может нам дать только импульс на переписание максимум чтобы потом соответственно уже свалиться вниз в принципе желающих поднимать либо останавливать до раскаленный нож нету поэтому если все будет сохраняться в той тенденции которая сейчас наблюдается это укрепление непосредственно индекса доллара это негативное настроение стороны опять же китая то и здесь продолжится укрепление американского доллара товарно-сырьевой сектор это не в сорта бренд и золото по бренду я вчера выдвигал такое предположение что у нас вырисовывается голова плеч и левое плечо есть голова есть и как раз ожидал полной отрисовки правого плеча дальнейшее его пробитие только после пробития соответственно нужно было принимать уже более консервативное решение на продажу считаю что мы практически отработали данную разворотную модель но опять же нас впереди ждут данные по запасам нефти дистиллятов и бензина поэтому если агрессивно подходить из района 65 ровно 65 20 после как раз того как выдохнется восходящее движение встать на продажу нужно быть достаточно аккуратными именно с фундаментальным фоном золото золото все идет в рамках средний срока тем более мы уже и переписали и отработали и переписали те цели которые необходимы сейчас хорошо приземлились на нисходящую золотую зону понятно что здесь будет коррекционное движение уровне на которых можно рассматривать продажи первое это 1735 дальше 1750 но и более высокая 1765 по тейку это перепись минимумов заходом в район 1680 страны объемов картина по золото у нас выглядит по следующему так крупные объемы смотрим на текущим потом начинает как раз в районе 1735 45 50 крупное скопление и опять же при подходе 65 70 то есть объем вместе с маржинальными зонами обеспечения будет работать нам на продажу так ну и завершение фондовые индексы dax 30 nasdaq непосредственно я пока ориентируясь на nasdaq snp и dow jones жду здесь более на на глубокого коррекционного движения пусть утихнут негативные настроения только после этого можно будет поднимать данные фондовые индексы dow jones из района так 30 31 150 snp при подходе к сегодняшней от и от эрки это 3850 nasdaq так если брать сегодняшнюю тэрку то неплохо смотрится 13 тысяч 50 dax достаточно странно себя с этой стороны ведет почему потому что статистика вышла хорошая но чисто технически конечно все показатели показывают за дальнейший рост плюс у нас есть один сигнал со стороны месячных опционов и по dax и по nasdaq поэтому ждем хорошей коррекции только после этого присоединяемся здесь соответственно на покупку на этом все всем попутного тренда побольше профитных сделок удачи и до встречи